почему если жизнь согласно философии нашей школы создана как элемент обучения то у человека не получается обучаться ответ этому звучит так все это связано с выводами которые должен сделать человек объясняю как это происходит когда женщина допустим живет когда женщина допустим живет обычной жизнью и у нее есть сотрудница которая очень плохо к не относится это сотрудница сволочь я условно скажу и после того когда эта сволочь делала очень много гадостей то женщина переходит на другую работу и после этого рядом с ней вновь появляется женщина которая сволочь потом находит потом рядом с ней в виде подруг появляется женщина сволочь или же там у женщины появляется мужчина который занимает деньги потом появляется женщина, которая занимает деньги, потом вновь происходит такая же ситуация, у нее вновь занимают деньги. А скажите, у вас такое было? А ведь если жизнь является школой жизни, то тогда что нужно сделать? Обычно люди из-за того, что ходят в христианскую церковь, а также читали или живут по христианской морали, где одним из главных критериев христианской морали заключается в всепрощающем элементе. Кстати, в иудаизме этого нет, потому что там существует другой параметр, который называется глаз за глаз и зуб за зуб. Там ничего никому нельзя прощать. Я с этим тоже особо не согласен. У меня третий компонент. И в этот момент, когда вновь и вновь занимают, то тогда человек должен сделать вот что. Первое, что он должен сделать, он должен понимать, что тот человек, кто у него занял и не отдал, это человек сволочь. После этого сделать вывод и сказать себе, что я никому не буду деньги занимать, потому что меня занимают и не отдают. Потому что такими людьми нельзя связываться. Это вывод. До того момента. И после этого отпустить. То есть не мстить, как в иудаизме, не прощать. А у нас происходит так. Она у меня заняла деньги, но не отдала, но ей простила. Пусть ей пойдет это на праздники или еще на что-то. Так а зачем нужно было прощать? А человек, если простил, если жизнь концептуал обучающий, то тогда в случае, если человек прощает другого человека, то это в жизни его должно повториться. Почему? Потому что Господь Бог приготовил для него определенную участь, в ходе которой он должен пройти путь, при котором люди занимают у него деньги. И он при этом до того момента, пока он не научится этим людям отказывать, эти люди будут появляться в его жизни. И он это может сделать только в том случае, если определит для себя, я не могу этому человеку занять деньги, потому что обычно мне не отдают. Они негодяи. И знают, что это негодяи. Людей нельзя прощать. Нужно не прощать, не не прощать. Нужно просто отвлечься и дальше жить своей жизнью. Таким образом, люди плохие из вашей жизни исчезнут. Не знаю, поняли вы, что я сказал или нет.